Hi everyone! С вами Eva Lorman и в этом видео я с вами поговорю на очень важную тему. Вы часто мне пишите в своих комментариях, посоветуйте, что делать, как работать и не бояться, как приобрести уверенность в себе, как начинать зарабатывать на любимом деле. Ребята, вы как раз по адресу. Я с огромным удовольствием расскажу вам свою историю, а вы уже сами можете сделать выводы для себя. Что вам может быть чего-то не хватает и что нужно изменить. Let's go, друзья! И первое, с чего я хочу начать, это что такое курсы парикмахеров. Когда я шла на курсы парикмахеров, я рассуждала так. Научусь стричь все стрижки, буду отличницей, буду слушать все-все-все и закончу курсы с золотой медалью. И вперед! Держите меня семеро! Клиентов буду обслуживать вагонами и заработаю денег! Открою свой салон красоты и жизнь удалась! Начну собирать сливки со своих трудов и затрат, найму людей! Буду и сама работать и моя команда супер парикмахеров! Заживем! Даю сто процентов, что большая часть из вас так и рассуждала в свое время! И это совершенно верно! Именно так и надо рассуждать! А для чего учиться и тратить такие деньги? Нет, учиться как раз таки и надо для того, чтобы обрести свободу выбора! Хочу работаю парикмахером, хочу открываю свой салон, хочу варенье, хочу пряники ем, как в том фильме девчата! И что тут уже говорить? Ведь профессия парикмахера она очень востребована во всем мире! В некоторых странах труд парикмахера оплачивается очень хорошо! Но сейчас не об этом! Поговорим о того, с чего мы все начинали! Что такое обучение на парикмахера? Система обучения на парикмахера у меня уверенно была такая же как и у вас! Вы мне многие пишите это в своих историях, вот в таких вот! Мне так приятно это все читать, так классно! И я вижу в этих историях себя обычный учебный рабочий день! Прихожу на обучение с огромным мешком инструментов! Я тогда и мечтать не могла, что мне на обучение кто-то что-то может выдать! Ножницы например или расчески! Нас поставили перед фактом! Идите покупайте, приносите и пользуйтесь! Стоило это очень дорого в то время, 20 лет назад! Ножницы, к примеру, стоили 5000 рублей! Для сравнения зарплата была 5000 рублей! Средняя по стране, да еще и выбор был очень маленький! Поэтому мы вынуждены были покупать такие инструменты! Справедливости ради, надо сказать, инструменты были хорошего качества! Были настоящие, японские, немецкие! Тогда не было ни интернета, ни алиэкспресса! Хорошо очень помню свое состояние, когда я шла покупать эти инструменты и думала боже мой! В итоге накупила все в кредит! Накупила, иду думаю, заработаю денег, открою или салон красоты, или учебный центр, еще не решила! И обязательно все инструменты закуплю и буду раздавать их ученикам! Пусть пользуются! Ведь мне ж так было тяжело все это приобретать! И все будут говорить, какой хороший учебный центр! И директор просто золото! Потому что это чувство наверное забыть невозможно, когда ты хочешь что-то купить и не просто для развлечения, а для того чтобы зарабатывать! А ты не можешь себе этого позволить! И оно очень долго во мне сидело, жило, прорастало! Я буквально дала себе обещание, что я обязательно сделаю такие учебные центры, где я буду сама выдавать все инструменты! Так и вышло! Я открыла таки впоследствии 5 учебных центров и в каждом я предоставляла инструменты абсолютно всем ученикам! И вы знаете, находились даже такие индивидуумы! Их было мало, но они были, которые возмущались, что-то там еще и говорили! Какие некачественные ножницы! Вот так вот смотрела на них, на этих людей и думала про себя! Бог ты мой! Думаю наши с вами тараканы ни одного вида! Обидно конечно было, ведь думаю блин, я заработала собственными руками на клиентах, на эти учебные центры, закупила вам эти инструменты, не присвоила себе, не положила эти деньги себе в карман, а дала людям! Были моменты, когда я разочаровывалась в этой своей затее, но потом наступал новый день, приходили новые люди, позитивные, красивые, душой красивые и все как рукой снимала! Я такая думаю, нет, все-таки хорошо, что я все это сделала! Клиентов было просто нереальное количество! Мы не знали, куда от них деваться даже! Записывали на недели вперед моделей-то наших! В общем, было все прекрасно, как я и мечтала! Но начиналось это все не так радужно, как бы мне хотелось! Итак, прилетаю я на обучение со своим огромным мешком инструментов, сидим ждем моделей! Приходили к нам люди, но они были по большей степени все абсолютно молчаливые, обученные просто уже! На вопрос как вас подстричь, они все как один отвечали! Да стригите уже как-нибудь, лишь бы уши мне оставили! Тогда мы все смеялись, думали ой, какой хороший веселый клиент! Ну собственно мы и стригли, думая только об ушах клиента! Можете себе представить, какого качества были стрижки? Идет стрижка? Не идет? Подходит она клиенту? Не подходит? Подходит ли она вообще ему по типу волос хотя бы? Нет! В принципе, тогда мы этому были рады, что у нас хотя бы были клиенты! Эти люди самоотверженно доверяли нам свои головы! Просто отдельная благодарность и уважение! И так я отучилась! И чуть ли не в этот день, по-моему, побежала устраиваться уже сразу на работу! И к моему удивлению меня взяли в первом же салоне, но с условием, что я приведу свою модель, подстригу ее, сделаю ей укладку и тогда будет консилиум мастеров и администратора, директора, которые будут решать, принимать меня на работу или нет! Я дома провела политинформацию со своей моделью! Смотри дорогая, тебе все нравится и ты ко мне придешь еще много-много раз! Полет прошел успешно, меня взяли на работу, я счастливая! Первые дни! Прихожу на работу и дрожу как осиновый лист, смотрю на напарниц, пытаюсь полностью сканировать их действия и в голове пытаюсь это в себя уложить по полочкам! Нас в смене было шесть человек, это был очень большой салон и мне было на что посмотреть! Все работали по-разному, каждый был на своей волне и я еще вот эту первую неделю, по-моему, тупо смотрела на то, что они делают и анализировала! У меня в голове вот это крутилось все! А почему она так сделала? А почему это так сделала? В общем, конечно, после обучения все в салоне для тебя в новинку! Уверенности вообще никакой не было, я бы сказала даже так! Она пропадала пропорционально проработанным дням! Чем больше я работала, тем меньше у меня было уверенности в себе! Я начинала понимать, что я вообще ничего еще не умею! Что же мне делать? При каждом клиенте дрожало так, что аж зубы стучали! Потом сказала себе так, слабачка! Ты собираешься кредит платить! Становись к станку и стриги! Я скажу вам, это был самый сильный мой мотиватор! Мои первые открытия в салоне красоты были такими! Оказывается, клиенты умеют разговаривать! Мало того, они все как один говорят тебе, что им делать! Говорят, как им подстричь височек, какую длину им подстричь на затылке, на макушке, какую челку им подстричь! Я была в шоке! Нас так не учили! Куда я попала? Где мои молчаливые модели? Верните мне их! Но кредит отрезвлял и я возвращалась в жесткую реальность! С мыслью, что моя учеба по факту только сейчас и началась! Домой шла все время с опущенной головой, чуть ли не плакала каждый день! И виной всему были клиенты! Некоторые говорили мне название стрижек, которые я первый раз вообще слышала! Некоторые говорили, как их надо подстричь! Прям учили, показывали! Но последней каплей был один клиент, которого я запомнила навсегда! Салон, где я работала, находился напротив крутого ресторана! Был обед, сидим такие с напарницами, кушаем, обсуждаем профессиональные вопросы! И тут в салон заходит клиент, чуть ли ногами дверь не открывает! Администратор к нему с красной дорожкой! Ой, кого я вижу, уважаемый Иван Иванович! Здравствуйте, дорогой! Как приятно вас снова видеть у нас! Мы всегда вам так рады! Проходите, присаживайтесь! Сейчас я девочек позову! Оказалось, это хозяин ресторана! У меня аж кусок в горле застрял ни туда, ни сюда! Уши вот такие! Слушаю дальше! Устраивайтесь поудобнее! Сейчас мы вам все организуем! Чай, кофе, потанцуем! Прилетает к нам вот с такими шарами и говорит, девочки, Иван Иваныч пришел! Кто его будет стричь? Я сижу на нее, смотрю, пережевывая свой кусок, поворачиваюсь, а девочек как ветром сдуло! Остались мы вдвоем с одной девочкой, которая пришла еще позже меня работать в этот салон! Администратор такими глазами на нас смотрит, говорит, ну кто, кто из вас? Я посмотрела на Ларису, но понимала подсознательно, что я была обречена на этот выход, потому что Лариса от волнения могла и в обморок упасть! Я такого допустить не могла! Стряхнула с себя крошки и пошла на фронт! Эта дорога выхода к этому клиенту для меня показалась длиною в милю! Что я там только не передумала, пока шла! И как мне оказаться в параллельной вселенной? И почему у моих родителей нет ресторана? И чем ближе к нему, тем реальнее были мои мысли! Пыталась себя разозлить! Думаю, ну и что? Что он директор ресторана? Подумаешь, он такой же человек, как и все люди на планете! Также хочет кушать, ходит в туалет и эта мысль меня прям сразу с ним уравняла! И мне как-то стало сразу легче! Подхожу к Ивану Иванычу, здороваюсь, представляюсь, спрашиваю как его зовут, одеваю ему воротничок, пеньюар, а сама про себя думаю, что я с ним буду делать! Клиент был кстати сказать хорошо заросший и понять что у него было, мне по крайней мере в тот момент было нереально! Перехожу в наступление, начинаю беседу! Как вы хотите, чтобы я вас подстригла? Он на меня смотрит в зеркало и говорит, почему вы спрашиваете? Вы что, не видите, что мне подойдет? В этом салоне все знают, как меня стричь! Я про себя думаю, я на данный момент не помню как себя зовут! Хорошо, говорю, это отличное решение довериться мнению мастера! По инерцию беру машинку в руки и слышу гром среди ясного неба! Вы что?! Машинкой меня нельзя стричь! У меня модельная стрижка! Я такая, давай все стрижки вспоминать! Они у меня естественно все перемешались в голове! Я тогда просто стояла и потела от страха, взяла себя в руки и говорю, ах модельная! Так бы сразу и сказали! Хотя слово модельная мне также ни о чем не говорила, но я продолжала делать вид, что все под контролем! Так думаю, машинкой стричь нельзя, значит остаются ножницы! Думаю, как хорошо, что всего два таких парикмахерских инструмента! Ножницы или машинка! Беру в руки ножницы, подхожу к его голове и думаю, с чего начать?! И тут меня осенило! А спрошу-ка ли я у него, давно ли он стригся и нравится ли ему предыдущая его стрижка! Таким образом, думаю, я подстригу его на то количество отросших волос и это будет модельная стрижка! И все! Задала решающий вопрос, как давно вы стриглись? Полтора месяца назад примерно! А для чего вы спрашиваете? Я говорю, там не надо! Все понятно! Думаю, приступаю к операции! Взяла прядь на макушке, подстригла, подстригла на затылке, височки подстригла, челочку, при этом делала умный вид и мило улыбалась! А он сидит и говорит мне, меня что-то так никто еще не стриг! Я со страху не поняла, комплимент это или наезд! Улыбнулась ему и говорю, это нанотехнологии эсир! Он тоже улыбнулся и сказал, о, я смотрю с юмором у вас все нормально, надеюсь с ножницами тоже! Я ему говорю, можете быть спокойны, вы в руках мастера парикмахера со строительным образованием! Про себя думаю, господи, что я милю! А он мне в ответ, ты смотри, а я тоже инженер-строитель! Чувствую, что могу расслабиться и порыщать свои любимые сканворды! Я ему говорю, нет, побудьте пока со мной, ведь я вас первый раз стригу, пусть лучше все будет под вашим личным контролем! Он мне говорит, не вопрос! Наверное тут сыграла роль, наше с ним общее строительное образование! Мы стали на кирпичик ближе друг к другу! В общем, подстригла я его достаточно хорошо, достаточно быстро! Примерно час для меня в тот момент это был рекорд! И как мне показалось, блин гораздо проще! Пока мне был неведом этот метод, но он мне понравился! Я сделала стрижку очень проблематичному клиенту! К моему великому удивлению, клиент этот был очень доволен моей работой! И я этот метод уже впоследствии назвала Big Step, где я просто по факту свожу определенные длины! Представьте, в каких нечеловеческих условиях я за 10 минут выработала эту технику! Я бы сказала, что мой клиент был даже в восторге от моих навыков! Он все время сидел и говорил, вы знаете, я наблюдаю за вашей работой и думаю, как все у вас логично! Я про себя думаю, да, сама удивляюсь! Думаю, как бы не забыть, что я ему делала! И стою тупо запоминаю, шаг за шагом! Стрижка закончилась, клиент мой был доволен! Подошли к администратору, она чуть не плачет от радости и говорит, ну как вам понравилось, Иван Иваныч? Он сказал, нормально, хорошая девочка, спасибо и ушел! К слову сказать, админ ради этого клиента даже замкнула входную дверь, чтобы никто не дай бог не помешал нашему с ним милому общению! Мастера тихо сидели в подсобке и слушали, что же там происходит на передовой! Клиент удалился, а тут началось призыв в студию! Выскочили все мастера, администратор, меня чуть ли не целуют! Мастера, ну что ты, как классно, все хорошо получилось! Я стою как в тумане, даже не верю, что все это закончилось! А сама про себя стою и думаю, так не забыть бы мне эти шаги! Так, я там вот то сделала, там я вот так сделала, а там я вот это все, ага, вот-вот-вот, вот так-вот, так все! Стою просто счастливая! Не просто что выжила, а то что я еще куда-то поднялась на какую-то ступеньку! Я еще не осознавала тогда, что я не на ступеньку поднялась, я прыгнула на самую вершину! Так и получилось! После этого случая я стала гораздо увереннее! Ко мне пошли клиенты, все удивлялись моей технике стрижки, как я быстро стригу и как все им нравится! И представьте себе, что даже мои напарницы начали брать мои фишки! Я с них брала фишки, они с меня брали фишки, только они работали уже годами, а я всего месяц! И представьте, какое же было мое удивление, когда я через месяц вижу на пороге Ивана Иваныча, который проходит без лишних церемоний, сразу ко мне в кресло! Я должна сказать, что я с ним очень даже сдружилась впоследствии! Обслуживала всю его семью примерно восемь лет! Стала даже дорогим гостем в их доме! Собиралась его огромная семья, трое детей, жена, жены, сестра и я всех их подстригала, делала им ногти, брови! В общем, это было великолепное время! Я его вспоминаю всегда с огромной благодарностью, когда я вот так обслуживала клиентов и мы очень тесно дружили! Вот вам, дорогие мои, реальная моя история! Как попав в определенные рамки, на тот момент, казалось бы, нерешаемые рамки, ты группируешься! Этот случай очень поучителен для меня и я его часто привожу в пример своим ученикам и говорю им, вот смотрите, как бы я могла себя повести в тот момент! Будь я дурочка, я бы могла запросто обидеться и даже высказать все, что я думаю о таких клиентах! Мол, заносчивый павлин тут распушил свой хвост, привык, что ему все поклоняются, а я ж не такая, я ж гордая, я жду трамвая! Уверена, что это пришло бы на ум почти всем! Потому что, конечно, очень обидно, когда в салоне присутствует классовое неравенство! Да, есть клиенты, которые приходят и хочется сразу и так можно реагировать, наверное, на какой-то процент клиентов, обижаться на них, потом обижаться на весь белый свет, почему нет клиентов! Но, как сказал великий Нельсон Манделла обижаться и негодовать, все равно, что выпить яду в надежде, что он убьет твоих врагов! Классно сказал, да? А вы знаете вообще, кто такой Нельсон Манделла? Это президент Южно-Африканской республики и самый известный активист за права человека, между прочим! За что отсидел 27 лет в тюрьме? Вот кому можно обижаться! Но этот мудрый человек пошел другим путем! Он всю свою жизнь и после тюрьмы делал свое дело и прожил аж 95 лет! А почему? Потому что не обижался ни на кого! И мы также должны делать свое дело! Пусть небольшое парикмахерское, но тоже дело! Я себе никогда не выбирала клиентов, я просто радовалась всегда, что они у меня есть! Потому что благодаря именно им я имею то, что имею громадный опыт, благодаря тоже моим клиентам! Салоны красоты у меня были, которые потом плавно перешли в учебные центры и это все благодаря моим клиентам! Поэтому не бойтесь ничего, потому что это глупо! Надо наоборот радоваться клиентам! Уверенность она обязательно к вам придет! Главное, чтобы она не переросла в самоуверенность, как это кстати часто бывает! Чуть почувствовал себя, что ты уже там ах, что-то умеешь и понеслась! Как сказал великий Булат Акуджава, когда я окажу себе гениальным, я иду мыть посуду! Вот как к себе относятся действительно талантливые люди! Всю жизнь работают над собой, а в перерывах моют посуду! Равнение на них и все будет окей! Вот какие истории со мной приключались! Я с огромным удовольствием рассказала вам эту историю, поделилась, вспомнила! Хочу вас всех опять же призвать к тому, что надо быть более уверенным и не бояться ничего! Клиенты и только они могут нас чему-то научить! Поверьте мне, потому что платит за музыку клиент! На этой прекрасной ноте позвольте мне закончить свою эпопею! Надеюсь вам было также интересно, как и мне! Таких историй у меня вагон и маленькая тележка, и я буду периодически вас в них посвящать! В очередной раз благодарю вас всех, дорогие мои, за прекрасные отзывы! Они просто меня восхищают! Они такие карамельные все! В общем, я в восторге от вас! Продолжайте в том же духе! Еще хочу сказать, мои дорогие, я ведь человек занятой, тоже не могу прям сразу вам отвечать на вопросы, но стараюсь! Поэтому, если вы видите, что я поставила вам пальчик вверх и не ответила, вы можете не переживать, я обязательно это сделаю! Значит, у меня было очень мало времени, я всем-всем-всем попоставила, всех отметила, что я все это прочла, но попозже обязательно отвечу на ваши вопросы! Надеюсь, ролик был для вас полезный! Bye bye everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы! Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу! Подпишись же, блин, прошу! Колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи! Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать! Субтитры сделал DimaTorzok